Комплексный рейд по оздоровлению обстановки проведен сотрудниками полиции в одном из популярных и многолюдных общественных мест Иваново. Участковые и полномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники наркоконтроля и специалисты миграционной службы посмотрели на то, как обстоят дела с правопорядком в районе торгового центра «Серебряный город». Оперативно-профилактическое мероприятие было направлено на предупреждение нарушения общественного порядка в местах массового пребывания граждан, профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, получение упреждающей информации о возможных межэтнических и межнациональных противоречиях. В ходе рейда выявлено 8 лиц, являющихся гражданами Республики Таджикистан, у которых при себе отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Данные граждане впоследствии были доставлены в отдел внутренних дел по Октябрьскому району для разбирательства. В результате выяснения обстоятельств и проверки законности нахождения указанных граждан на территории Ивановской области были выявлены и задокументированы нарушения. В ходе работы с задержанными полицейские получили дополнительную информацию о том, что на улице Рапфаковской в Иванове проживают граждане Республики Таджикистан, у которых отсутствует на то законное основание. Вышеуказанный адрес сотрудниками полиции был проверен. Выявлено два иностранца, которые были доставлены в райотдел во Фрунзенском району города Иваново. Также проверено 27 несовершеннолетних, находящихся на территории торгового центра. С данной категорией подростков была проведена профилактическая беседа о правилах нахождения несовершеннолетних лиц на территории торгово-развлекательного центра беззаконных представителей. В ходе профилактического мероприятия было составлено 8 протоколов об административных правонарушениях. Это нарушение иностранным гражданинам или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания на территории нашей страны. Наказание по данным статьям влечет не только наложение административного штрафа, но и выдворение за пределы России. Кроме того, полицейские выявили и задокументировали три факта мелкого хулиганства и два факта распития алкогольных напитков в общественном месте. На нарушителей составлены протоколы и проведена профилактическая беседа.